Российские выпускники стали на шаг ближе к сдаче единого госэкзамена. Второй год подряд о 12-класснике пишут итоговое сочинение, которое является допуском КИГЭ. В нашем округе сочинение написали 223 выпускника. Они сели за парты ровно в 10 утра. Итоговое сочинение, как и любой экзамен, события волнительные. Надо повторить правила орфографии и лексики, освежить в памяти литературные произведения. Они лягут в основу рассуждений на одну из пяти тем. Время, дом, любовь, путь, год литературы. Я все готовился к любви, читал произведения на тему о любви. И выбрал это. Какие произведения? Бунина, Куприна. У Бунина это холодная осень, Куприна, гранатовый браслет и произведения Паустовского, телеграмма. Точную формулировку тем оглашают в 10 утра, а перед этим заполнение бланков. Процедура не такая длительная, как на ЕГЭ, но служит своеобразной тренировкой. Только после нее можно приступать к сочинительству. На это отведено 3 часа 55 минут. Кроме объема, не менее 250 слов, к сочинению предъявляется еще одно требование – самостоятельное написание. Если условия соблюдены, дальше работа проверяется по пяти критериям. Ребята нервничают, переживают, потому что это первый серьезный такой экзамен в преддверии ЕГЭ. Поэтому, конечно, есть определенная нервозность и у них, и у учителя, который их готовил к этому сочинению. Итоговое сочинение оценивается зачет-незачет. И плюс дополнительный бонус при поступлении в ВУЗ. Выпускник может написать, чтобы ему зачли дополнительное количество баллов за его итоговое сочинение. Работы проверит комиссия от того образовательного учреждения, в котором учатся выпускники. Итоги станут известны в течение семи дней. Я сочинение написал, надеюсь, что очень хорошо, но зачет его написал. Было довольно-таки сложно, хотя тема по-своему каждая своеобразная. Неплохо, вроде бы. Надеюсь, что зачет будет. Я приводил капитанскую дочку у Пушкина и еще у американского писателя Теодора Дрейзера «Американская трагедия». Если результатом окажется незачет, у ребят будет возможность переписать сочинение в дополнительные сроки – 3 февраля и 4 мая. Ну а те, кто с заданием справятся, получат допуск к ЕГЭ 2016 года. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».